Всем привет! Сомнительная сделка Барри Алибасова и Сергея Моцари сразу всем показалась очередной аферой продюсера. Переоформление квартиры в Новой Москве, которая Барри Алибасов втайне от жены сделал на своего помощника Сергея Моцари, с самого начала выглядела очень странно. Зачем продюсеру отдавать квадратные метры, доставшиеся ему от супруги совершенно бесплатно? Избавляться от недвижимости, потому что у тебя слишком много налоговых расходов, согласитесь, не самое убедительное объяснение. Вот только до последнего времени других аргументов Алибасов не нашел. Но накануне в ток-шоу «Пусть говорят со своей правдой» появился сам Сергей Моцарь, тот самый помощник и личный водитель продюсера. По словам Моцаря, столь широким жестом Алибасов отблагодарил его за помощь во время непростого периода, связанного с отравлением кротом. Барри Каримович, несмотря на байки о многомиллионных заработках на скандальной истории, в тот момент был совсем на мели, ему не хватало даже на таблетки. Барри лежал в реанимации, ему было очень плохо, он практически умирал. «Лечение дорогое, а денег не было, ему ведь совсем никто не помогает. Я тогда ездил домой на Украину и привез деньги на лечение Алибасова», рассказал Сергей Моцарь. И через несколько месяцев он переписал на меня эту квартиру, чтобы таким образом отдать долг. Рыночная стоимость этого жилья – 2 миллиона 300 тысяч. Вот только в рассказе помощника детали совсем не вяжутся, ведь выгода ему от такого предложения получилась весьма сомнительной. По словам Моцаря, двушку он получил не в дар, а по договору купли-продажи. Но при этом покупатель обязался не пользоваться жильем, пока Лидия Николаевна жива, а после передать квартиру семье Шукшиных. Федосеева Шукшина об этом знала, заверил Сергей. Сейчас помощник Алибасова отказывается отдавать недвижимость просто так. Также Наталью Фатееву вовлекли в эту череду скандалов. Актриса уже давно не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни. По причине болезни суставов ей трудно ходить, поэтому она очень редко покидает пределы своей квартиры. Также она на протяжении уже многих лет не поддерживает контакта со своими детьми и проживает в одиночестве. Сейчас артроз прогрессирует, и Наталья Ивановна уже не может обходиться без посторонней помощи. Врачи рекомендуют приставить к ней сиделку. Узнав об этом Барри Алибасов вызвался помочь актрисе и приставил к ней своего помощника Сергея Моцари. Сын Натальи Фатеевой, Владимир Басов сильно встревожен тем, что его мать вслед за Лидией Шукшиной может остаться без квартиры. При этом здесь часто звучат имена Сергея Моцари и Барри Алибасова. Неужели артистку уже удалось окрутить? Будем надеяться, что это не так, и Наталья Фатеева будет более бдительна к своим приближенным. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!